Девушки отдыхают Визит к врачу Автор сценария Хьюго Майлхот Режиссер Мейнард Хансен Ленивые коты, вот лентяй! В эфире программы «Да здравствуют кошки» Представляю вам уникального кота по имени Поворотти Его IQ на 16 пунктов превосходит установленную для котов норму Итак, все на местах? Я готова! Лишь бы у него при этом не было стресса Да, а то когда он нервничает, то плюется, как верблюд Я все сделаю так, что он не заметит Если только никто не произнесет слово «ветеринар» Ветеринар? Что плохого в слове «ветеринар»? Оно так похоже на гордое звание «ветеран» Не волнуйся, дружок Все в порядке Что такое? Он сказал «ветеран» А ты услышал? Ветеринар! Я сказал, что «ветеран» похоже на «ветеринар» Только один сражался на войне, а другой делает уколы животным Беги сюда, Баркли! Я уже научилась свободно управляться с этим сачком, малыш Сыграем в хоккей? Смотри, Баркли, мама принесла тебе рыбные палочки и сыр Он все понял Надевай ошейник, пока он не бросился на меня Поймал! Поверь, все будет хорошо Просто пройдешь осмотр Беги, Баркли, беги! Стой там, Трэф! И заслони клюшкой дверь для собаки! Для всех будет лучше, если ты пересилишь свой страх и без посторонней помощи залезешь в свою корзинку Папа в лес собачью корзинку! Да! Ха-ха-ха-ха! Если верить инструкции, то микрочип в ошейнике Баркли поможет нам найти его, даже если он решит спрятаться в свинцовый бункер или окажется на дне океана Скорее бы его найти От таких волнений у меня выступает сыр Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.А.Семкин Корректор А.Кулакова А! 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 Ай, Баркли, не упрямься Мы легко сможем высветить то место, где ты прячешься Ну-ну, не глупо У меня есть время сбегать за лекарством Потерпи немного, следуй за мной Стой спокойно, не шевелись теперь, давай Давай, копай, Треф, сейчас нельзя отступать Вот так, вот, 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 смотри-ка Вот, вот, точно, точно, точно Говорят, вы ищете Баркли с помощью детектора Поэтому должна вас предупредить Сейчас, одну минуточку, дорогая Я, кажется, нашел его хвост Я надела ошейник на принца, чтобы он снова не устроил гнездо в подвале Ой, ой, ой Есть! Молодец, Пенелопа Так, держать, Треф Треф? 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 Неплохое испытание Обещаю, что выпущу тебя из корзины, как только мы зайдем в кабинет врача Сестра, сестра, дайте мне полотенце Погодите Когда мои пациенты нервничают, я предлагаю им попробовать гипноз Может, на Баркли это подействует? Ну и ну Хорошо Внимательно следи за медальоном и глубоко дыши Послушай меня внимательно Ты должен оставаться в корзине, пока нас не позовут на прием Когда ты услышишь слово «соль», то отправишься в кабинет и сам прыгнешь на смотровой стол Услышав слово «перчик», ты тут же вернешься в свою корзину Понятно? Вот, все очень просто Пенелопа, а ты не хочешь заглянуть в обувной магазин, пока мальчики ждут? Помните гипнотические слова? Соль, хватит Почему ты не можешь вести себя так, как твой брат Ферчер? Эй, вы, прекратите это безобразие! Вы дразните мою соль! Какой породы ваша собака? Это чудовище албанский Кукиншнауцер. В переводе означает король холмов. По непонятным причинам эти собаки стремятся во что бы то ни стало занять самое высокое место в помещении. Вот Баркли, большой и страшный пес оказался не таким уж храбрым. Похоже, тебе потребуется укол. Эй, не смей прогладывать этого мужчину целиком, гадкий пес. Вот и все. Какой ты хороший песик. Такого пациента у меня давно не было. Вот тебе вкусная кокосовая печенюшка. Где папа и Тревор? Бегают туда-сюда, как большие глупые псы. Какие у вас милые песики. Как их зовут? О, это Перчик. А это соль. Гавканье июрского периода. Автор сценария Рай де Лаурентис. Режиссер Жозеф Жак. Да, это парк динозавров. Ура! Прости, Баркли. Собакам нельзя в парк динозавров. Он не пойдет? Ладно, тогда увидимся в кафе. Знаешь, порой, мне кажется, Вик понимает, что ты говоришь. Трам-трам. А мне ванильное и крем-брюле. Ладно, охлажденная минеральная вода и твой любимый бекон. Знаешь, я бы остался здесь, если бы ты пошел вместо меня в этот шумный людный парк динозавров. Ой! Идем в парк к динозаврам. Ура! Ура! Эй! Эй! Простите, мне очень жаль. Боже мой, бедный папа. Да, кажется, Баркли опять в ударе. Идите пока одни. Если не встретимся в трамвае, ищите меня по больницам. Раз, 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 раз. Итак, милая публика, добро пожаловать в наш парк. Мы ваши экскурсоводы. Даннизавр и Деннизавр. Динозавры. Нет, не так. Ой, ой, дай я скажу. Привет! Мы близнецы-динозавры. Мы знаем, где туалет. А сейчас с нами на связи будет наш гениальный босс. Изобретатель. Я профессор Айм Разум, основатель этого парка динозавров. А-а-а-а! Как вы вскоре увидите, мой парк динозавров значительно отличается от пошлых голливудских парков. О-о-о! Тут будут большие динозавры с острыми когтями и острыми зубами. Во-первых, у нас нет огромных стандартных динозавров с большими когтями и острыми зубами. Нет. Почему? Для этого была нужна дорогая лицензия. Да! Наоборот, в образовательных целях я решительно остановился на маленьких, более умных, странных подвидах динозавров. Это он о мелких, вечно что-то жующих гадах. Я уверен, что вы сумеете оценить мои немалые усилия, если это по вашим способностям. А особенно конец экскурсии, где воспроизведена среда обитания динозавров-маркизов, умных животных, обладающих уникальной способностью сливаться с тем, что их окружают. Прекрасные рептилии. Выглядит совсем как наш Баркли. О, быстрее! Будем смотреть на маркизов. Если вдруг увидишь настоящего динозавра, не пугайся, малыш. Профессор уже давно пытается вывести их в свои жутко секретные лаборатории. Скорей, они идут! Надо быстрее спасаться! Не смог! Но пытался остановить их. Это динозавры-маркизы! Вместе сейчас едят! Динозавр-маркиз! Нет-нет-нет, это просто пес! Собака в парк запрещено! Сначала, господа, мы с вами обратимся к нашей великолепной коллекции доисторических папоротников. Пристегните ремни. Слева от нашего трамвайчика вы видите пару удивительных травоядных. Мховую крысу или шайниковую мышь. Боже, это какие-то насекомоядные! Где ваши маркизы-динозавры? Пошли в лабораторию смотреть, как их выводят. Так, иди в туалет и направо. Нет, я сказал до туалета и направо. Хе-хе, да, динозавры, ура! Что же мне еще надо сделать, чтобы оживить эти яйца? Первый раз за всю свою блестящую научную карьеру я нуждаюсь в помощи. Хе-хе-хе-хе! Эй, мы поможем! Что это? Кто вы? Как вы попали в мою лабораторию? Я, малыш Вик, а это Баркли. Мы зашли через дверь. Ну, когда вылупятся динозавры и мы будем играть? Когда? Над этим надо подумать. Что, что, что ты предлагаешь? Может, посадим на яйца твою дворняшку? Пусть будет курицей и наседкой? О, профессор, это замечательная идея! Баркли, садись на яйца! Нет, что ты делаешь? Повернув эту ручку, малыш, ты испортил годы напряженной работы. Нет, 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 ты, да ты! Смотрите туда, профессор! Маркизы считают нашего Баркли мамой. Да, как это мило! А теперь прочь вы оба! Я должен провести ряд экспериментов перед тем, как поместить их в клетку и стать всемирно известным профессором. Ну же, не сопротивляйтесь, я эксперт, и я прекрасно знаю, что вы абсолютно беззащитны перед более агрессивным хищником. Стоять, какие афлоты! Ой, профессор, они разозлились и совсем испачкали вас! Ты, быстро отдай динозавров сюда! Это муляж! Все подделка! Здесь все понарошку! Эй, Тревор, мы привели к тебе настоящих динозавриков! Ой, 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 мои бедные динозаврики, мам! А здесь, дорогие друзья, вы видите динозавров в их настоящей доисторической среде обитания. Это заключительная часть экскурсии. Как было сказано в записи на пленке, здесь конец экскурсии! Хе-хе-хе! Вот что, профессор, попробуйте поймать нас с очком! Хе-хе! Поймал! А-а-а! Плохой пес! Ох, зря вы это сказали! Прости, мне очень жаль! А-а-а! 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 Ты хороший пес! Хороший! Поймал! Вот тебе! Меня не догнать! А-а-а! А-а-а! Спасать не что может! А-а-а! 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 Эх, нет! Меня не остановить! Я безжалостно и нагло посмеялся над законами природы! И я победитель! Хе-хе! А-а-а! Крессор Разум, вы арестованы за то, что безжалостно смеялись над законами природы! Ладно, но вы не сможете забрать моих Дина! Дина! А-а-а-а! Ой! Нет! Нет! Ой! Ой! Нет! 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 Может, арестуем его как психа? Что ж, как это ни странно, сегодня был спокойный день! Эй, малыш Вик, где ты раздобыл эти сувениры? Да это же динозавры, пап! Они будут жить в моей комнате вместе с Баркли и тем котом из космоса! Какое чудесное воображение! А-а-а! Эй, где вы, профессор? Пока! А-а-а! А-а-а! А-а! А-а!